Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить. Итоги недели». Как всегда, в уикенд мы стараемся посмотреть на события рабочей пятидневки со стороны. Что-то вдруг оказалось важным, а что-то лишь вчера казалось таким. Одна буква, а как меняет смысл? Таким образом, предлагаем вам на время нашего эфира, как сказал поэт, остановиться, осмотреться. Главные темы сегодняшнего проекта. Из искры возгорелось пламя. Пожар на Политаевском рынке стал главным происшествием недели. Спасите Донбасс. В эфире нашей телекомпании идет фильм о том, что и почему происходит на юго-востоке Украины. Слово о преподобном. На этой неделе православная Россия отмечала День памяти Сергия Радонежского. «Рязань. Вперед!» промо-ролик о нашем городе занял первое место на престижном конкурсе. Начнем с горячего. Раннее утро пятницы ознаменовалось заревом сильнейшего пожара. Заполыхал Политаевский рынок, большой торгово-развлекательный центр в железнодорожном округе Рязани. Загорелось как-то уж слишком все и сразу. Народная версия такова. Якобы кто-то видел какого-то человека, который ночью куда-то убегал от здания рынка. Потом был хлопок и яркое пламя внутри комплекса. Но это, сами понимаете, не более чем слухи. А вот имеют ли они под собой какую-то более-менее правдивую основу, как говорится, там разберутся. Открывает программу специальный пылающий репортаж Оксаны Тебенихиной. В нем все, что стало известно о грандиозном пожаре, случившемся в последний рабочий день этой недели. Это в полном смысле слова горячее. Происшествие потрясло весь город. Здание рынка сгорело буквально дотла. Во всяком случае, павильоны центральной части комплекса исчезли в огне. Теперь подробности. Сообщение о возгорании поступило в управление МЧС в три часа по полуночи. В 117 человек принимали участие в тушении пожара, в том числе от МЧС 82 человека личного состава. Пожару была присвоена наивысшая, третья категория сложности. Настолько он был сильным. Время локализации 4 часа 27 минут, ликвидации 5 часов зоны. Беусловно, опасность была распространение, но я считаю профессионализм и то, что наши пожарные расчеты смогли профессионализм, выполнить свою работу, локализовать, поскольку вы понимаете, что такое место, которое позволяет распространению огня довольно быстро будет. Ну и понятно, является центром повышенной опасности в пожарном деле. 4 тысячи квадратных метров торговых площадей превратились в сплошные головешки. В ходе пожара никто из людей не пострадал. Во всяком случае, на полдень пятницы никаких данных на этот счет не поступало. Зато арендаторы помещений понесли ощутимые, а возможно и фатальные для бизнеса финансовые потери. Ведь на Политаевском рынке продавались не только продукты, но и ювелирные изделия, и одежда, в том числе дорогостоящая, да и много всего другого. Не стоит забывать и о том, что на территории торгового центра находился зоомагазин. Зверушек на ночь никто с собой не забирал, так что вряд ли кто-то из них пережил этот пожар. Возможно ли сейчас вести разговор хоть о каком-то материальном возмещении? Ну вообще с кем-то удалось поговорить, кто-то успокоил, нет? Да, администрация, мы довольны, хорошо, постоянно в контакте, люди переживают, люди плачут, они подходят, общаются с нами, успокаивают. Более того, говорят, у кого какая-то ситуация, нас вот успокоили, сказали, что... Служба МЧС поможет, подъедет, сейчас вопросы регулируются, и когда уже точно в администрации все решат и дадут разрешение, то вот сказали, что служба МЧС нам помогут, проведут, и мы сможем из нашего отдела вывести только так. Сейчас причины пожара выясняются. Само собой, предположений уже имеется великое множество. Молва идет и о проводке, заискрившей неподходящий момент, и само собой, о поджоге поговаривают. Ну, сложность пожара обуславливается тем, что торговые центры, они, как обычно, каждый бутик, каждый магазин перестраивает, перекраивает площадь, ту, которая ему выделяется, под себя. И вот вся сложность в том, что внутри самого торгового центра вот эти вот перегородочные вот эти вот все материалы, к сожалению, на сегодняшний день не могу точно сказать, но по нашей версии пока не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Распространение пожара пошло от так называемого ларька, который встроен в здание и своими окнами выходил сюда, на улицу, в котором готовилась курица, гриль, там, ну, всякие вот такие вот чебуреки и так далее. Но о чем точно можно говорить, так это о том, что в ближайшее время начнется восстановление здания. Я думаю, что сегодня вечером и завтра, вот в течение этих двух дней, будет окончательно принято решение о судьбе этого здания, о его использовании, как будем поступать. Учитывая, что скоро холода, скоро снег, мороз, поэтому надо оперативно принимать решение. Пока это вся информация, которую располагают СМИ. Мы и дальше будем следить за развитием событий. Не только Плитаевский рынок полыхал в Рязани. В канун уикенда большой пожар случился в районе улицы Садовой. Причем есть информация даже не об одном, а о двух возгораниях. Вечером в четверг на улице Садовой произошло сразу два достаточно крупных пожара. Примерно в половине седьмого вечера загорелся брошенный одноэтажный деревянный дом. Пожарные расчеты прибыли оперативно и буквально через 10 минут огонь был покушан. Но примерно через два часа жители домов по улицам Садовой и Свободы услышали сирены пожарных машин вновь. Теперь уже горели сараи возле деревянного дома. Причем пламя было такой силы, что грозило перекинуться на соседнее здание областного следственного комитета. Впрочем, прибывшие на место ЧП пожарные также оперативно сумели ликвидировать и это возгорание. Сейчас причины пожара уточняются, но, как говорили ветераны войны, снаряд в одну воронку не попадает. По всей видимости, поджог ветхого жилья будет одной из основных версий произошедшего. Нежданная встреча недели произошла в этот четверг в Иоанна Богословском монастыре, расположенном в селе Пощупово Рыбновского района. Здесь проходила служба в честь представления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Как выяснилось, вместе с рязанскими богомольцами на службе был и легендарный Игорь Стрелков, бывший министр обороны Донецкой Народной Республики. Его сопровождало несколько человек. Держался силовой экс-лидер ДНР. Очень скромно стоял в уголочке, тихо молился, ни с кем не общался. Однако рязанский журналист и писатель Игорь Евсин углядел таки знаменитого тезку и после окончания службы даже сумел поговорить с ним. Информагентство «Малая Родина», с которым Игорь Евсин поделился некоторыми подробностями встречи, сообщает, что Стрелков был в своем воинском камуфляже. Он произвел очень благоприятные впечатления на собеседника. Евсин даже назвал бывшего силового министра и командарма непризнанной республики удивительным человеком. Рязанский писатель пообещал вскоре опубликовать свое интервью с Игорем Стрелковым. Для справки. Игорь Иванович Стрелков, настоящее имя Игорь Всеволодович Гиркин, родился в декабре 1970-го. Он полковник запаса российской армии. Интернет-порталы сообщают о нем, как о бывшем сотруднике ФСБ, ветеране обеих чеченских компаний. Также сообщается, что Стрелков увлекается историей российского белого движения, участвует в движении исторической реставрации, охотно позирует в форме офицера российской царской армии. Далее в программе фрагмент фильма, который на этой неделе дебютирует в эфире нашей телекомпании. Называется проект «Спасите Донбасс». Донецкий регион Украины. Горячая точка. Где народ сражается за свободу, за право говорить на родном языке, за возможности жить по справедливым законам, а не по указке современных бандеровцев, заливших кровью мирные города. Победа или смерть – это девиз сегодняшнего Донбасса. У меня внучка, три годика, берет пистолет и говорит, надо убивать плохих дядей, чтобы они не пришли к нам. Разве это мыслимо, чтобы детки, которые должны играть в куклы, нянчить кукол, берут в руки уже оружие? В июне-июле город Северск, откуда приехала Наталья Григорьевна, успел трижды перейти из рук в руки. Сначала его с боем взяла украинская армия и ее парамилитарные формирования. Затем Северск освободили местные донецкие ополченцы и приезжие добровольцы. Потом туда вновь вернулись те, кто подчиняется правительству в Киеве. В происходящем кровавом сумбуре очень легко запутаться. 11 мая 2014 года в Донбассе провели референдум. Подавляющее большинство высказалось за независимость от Украины. Поэтому претензии Турчинова и Порошенко на высшую власть в русскоязычном юго-восточном регионе воспринимались и воспринимаются людьми как нечто незаконное, несправедливое, агрессивное. Сегодня в нашей программе экспресс-интервью на тему «Что ждет Донбасс?» Анализирует ситуацию в регионе политолог, кандидат исторических наук Юрий Мастяев. Юрий, здравствуйте. Луганская и Донецкая Народные Республики, вот каковы их перспективы стать субъектом государственности? Ну, трудно сказать. Вообще существует несколько сценариев, возможно, развития событий, в том числе и относительно того, какова будет судьба этих республик, и, в общем-то, что выгодно, не выгодно России. Ну, насколько я так вот смотрел, сценарии примерно такие. Ну, первый сценарий, то, что они все-таки остаются в составе Украины, их подминают полностью под себя и так далее. Но сценарий, на мой взгляд, достаточно малоубедительный, потому что, наверное, эта точка возврата, она действительно пройдена. Когда там вот об этом заявляет и сам Порошенко, и Ценек, и там подобное, ну, и принцами ополченцы. Потому что, действительно, этот кровавый труп, они уже между ними лежат, и, естественно, забыть не те же самые галицейцы, какие-нибудь запорожцы, не ополченцы не смогут, скорее всего. Так что, скорее всего, будет более... Второй вариант, что у них будет либо особый статус, либо пойдет дело дальше, вплоть до отсоединения, приглашения типа что-то вот, ну, скажем так, Приднестровской республики. Ну, соответственно, здесь тоже вероятность такая достаточно велика. Но не знаю, насколько это будет выгодно России. Потому что, соответственно, возникает вопрос о том, что эти две республики, они между собой, во-первых, пока еще до конца в единой объединиться так и не смогли. Ну, вот если вы там спрашивали вопрос на том, сколько там существует структура управления, я так думаю, что четких структур еще не сложилось. Ну, можно, конечно, в этом плане подумать о том, что они планируют провести выборы. Раньше срок был 2 ноября, сейчас вроде бы как они обе эти республики договорились о совместном проведении выборов 9 ноября, что до 2 ноября инфраструктура будет еще не до конца там создана, чтобы провести нормальные выборы и так далее. Но в целом, я так понимаю, что и Киев сейчас уже так потихоньку начинает признавать их особый статус. Отсюда Порошенко внес им закон об особом статусе этих регионов. И поэтому они понимают, что, в общем-то, действительно полного возврата к тому, что было до всех этих событий, невозможно. Это пример этих двух республик, что они все-таки, ну, по-хорошему сейчас, ну, наверное, становятся потихоньку, если не самостоятельным субъектом международных отношений, то все-таки с определенной степенью независимости. Но я думаю, что навряд ли их особо кто признает, в том числе, я думаю, даже и Россия. Постарается немножко как бы отрешиться, потому что последний заявление Путина, мы с вами видели, что он говорит о том, что необходимо сохранить целостность Украины, но при этом, конечно, защитить интересы Юго-Востока, но за целостную систему Украины. А без помощи России, без, естественно, такой серьезной поддержки, эти, естественно, республики добиться такого высокого самостоятельного статуса не смогут. Вы смотрите аналитическую программу. Время говорить итоги недели. Далее в нашем эфире. Слово о преподобном. На этой неделе православная Россия отмечала День памяти Сергия Радонежского. Рязань «Вперед!» промо-ролик о нашем городе занял первое место на престижном конкурсе. Кровавая луна. На этой неделе рязанцы в прямом эфире наблюдали полное затмение спутника нашей планеты. Продолжаем программу. На этой неделе, а именно в среду, 8 октября, православные христиане отмечали День памяти преподобного Сергия Радонежского, русского, святого, подвижника и государственного деятеля. Будущий святой земли русской родился в мае 1314 года в боярской семье. Ему дали имя Варфоломей. И, казалось, судьба мальчика была предопределена. Богатая семья, большие перспективы, достаток и положение в обществе. Однако светской жизни карьера отрока не прельщали, ему хотелось уединиться по примеру древних отшельников. Но любовь к родителям удерживала юношу в родной семье. Когда же отец и мать ушли в мир иной, Варфоломей, предоставив наследство младшему брату, вместе со старшим Стефаном, поселился в десяти верстах от Радонежа, в глубоком лесу. Братья рубили деревья своими руками, строили келью и малую церковь. Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия. Многими чудесными явлениями была славна жизнь Стефана, постриженного в монашестве с именем Сергий. Но каждый из нас еще из школьных уроков истории знает его как миротворц, вложившего в разум враждовавших князей московского и рязанского, стремление к миру и совместному выступлению во имя свержения монголо-татарского ига. Объединение, согласие, движение к свету и миру. Как это было всегда, в любые времена нужны людям. Как мы хотим тишины, умиротворения, спокойной жизни. Не так давно в Рязани состоялся большой крестный ход в честь 700-летия святого русской земли преподобного Сергия. А ведь немногие знают, что на закате своей жизни он сам шел в нашу землю. Шел врачевать словом мятежную душу гордого и самостоятельного князя Олега Рязанского, примерять его с Дмитрием, тем самым донским победителем Мамая. 64 года было тогда Сергию. В трудный, опасный путь он отправился лютой зимой, спешил преподобный, потому что прежде всего после Бога любил он родную землю, свободу и мир на ней. А ведь после поля Куликова опять пошел раздрай среди могущественных князей. Вновь готовы были они идти войной друг на друга, Олег Иванович Рязанский и московский Дмитрий. Мир на Руси, мир и согласие таково было устремление Сергия Радонежского. А лично для себя святой старец никогда иных благ не желал. Более того, когда в его же монастыре началась борьба за главенство над обителью, преподобный Сергий покинул стены, которые долгие годы создавал своими руками. Вот этому бы поучиться нашим современным руководителям. Найдется ли сейчас хотя бы один человек во власти, который ставил бы интересы отечеству выше своих? На словах каждой герой грудь колесом, на деле пустыня безлюдная. 8 октября 1392 года святой Сергий Радонежский ушел из жизни. И сегодня от русских людей глубокий поклон ему, его делам, его заботам. Еще одно событие уже местного масштаба, но для нас, горожан, также примечательное. Это десятилетие Рязанской православной семинарии. Основные торжества прошли в канун выходных, а в четверг наши авторы поздравили семинаристов и преподавателей с юбилеем духовный альмаматор. Рязанская духовная православная семинария имеет свою историю, если не древнюю, то уже старинную, это точно. Основной она была еще в начале 18 века. После революции, разумеется, семинарию закрыли, а возродилась она лишь в начале 21 века, когда Рязанское духовное училище решением Святейшего Синода было реорганизовано в семинарию. Сейчас это высшее учебное заведение, готовящее священнослужителей для приходов Рязанской метрополии по пятигодичной программе. На очном отделении Рязанской духовной семинарии сейчас обучаются 24 человека, на заочном более 200. Накануне празднования первого десятилетнего юбилея семинарии состоялась божественная литургия в честь апостола Иоанна Богослова. По священному преданию были открыты тайны Божии. Он автор апокалипсиса, последней книги Откровения Иоанна Богослова. И соответственно ему молятся о том, чтобы он помогал студентам постигать вот эти вот премудрости тайны Божьи. Основные празднования десятилетнего юбилея Рязанской духовной семинарии прошли в храме в честь Иоанна Кронштадтского. Продолжает программу известия о Рязанской творческой победе. Дело в том, что региональным Минкультом был подготовлен промо-ролик о нашей древней и вечно юной. Снимали проект чуть ли не полгода. В ролике задействованы около 30 различных локаций Рязанской области, а также более 130 человек в качестве героев разных планов, да и прочие современные, пользуясь профессиональным сленгом, навороты таковы, что вряд ли в скором времени у нас в регионе появится что-то более впечатляющее. Молодцы, ребята, что и говорить. Этим летом сообщает информагентство. На сайте Вести Туризм состоялся международный конкурс видеороликов и видеопрезентаций в рамках фестиваля «Передвижение-2014». Он проходил в Переславле-Залесском. Всего на участие в конкурсе было подано более 100 заявок. Министерство культуры и туризма в Рязанской области в рамках проекта представило упомянутый промо-ролик о турецких ресурсах региона в номинации «Это стоит увидеть» в разделе «Россия». Рязанский проект набрал рекордное количество голосов и занял первое место. Поздравляем авторов, потому что работа была ими проделана действительно титаническая. На этой неделе многие рязанцы вместе с мировым сообществом астрономов, как профессиональных, так и любителей, а также с несчислимым сонмом просто любопытствующих землян наблюдали явление вселенского масштаба, полное затмение Луны, во время которого спутник нашей планеты предстает в грозном багрянце. Кровавая Луна так романтично с некоторым мистическим оттенком называют это явление. Но ученые давным-давно объяснили причины тревожного цвета Луны во время затмения и ничего волшебного здесь нет. А ведь и жаль, еще одной тайной стало меньше в нашем практичном мире. Надо уточнить, что видеть затмение, конечно, видели, но только жители Дальнего Востока, а также Северной и Южной Америки и Юг-Восточной Азии. Такова информация астрономов. Что касается нашей страны, то уход и выход спутника Земли из сумрака наблюдали жители восточной части России. На Тихоокеанских окраинах вообще видели все полностью, а обитатели Урала, а также Западной и Восточной Сибири приветствовали Луну, взошедшую уже во время затмения. Луна и затмение это явление вхождения Луны в земную тень. Существует затмение солнечное, когда Луна закрывает собой Солнце, в данном случае Луна ничего не закрывает, она в процессе своего вращения вокруг Земли с периодом 27 суток входит в земную тень. В процессе этого Луна темнеет, понятно, что прямое солнечное излучение на Луну не попадает, но не становится полностью невидимой, потому что Земля Солнцем освещена, и вот этот цвет Земли дополнительный, конечно, не такой яркий, как солнечный, освещает Луну. Поэтому человек во время затмения Луну видит, хотя очень слабенькой. Все очень интересуется, почему Луна во время затмения становится темно-красной, багряной. Дело в том, что земная атмосфера пропускает по большей части желто-оранжевую часть спектра, и вот та часть излучения Луны, та часть свет Луны, отраженного от Земли, попадающего к нам назад, голубая часть рассеивается, остается только красной, поэтому Луну видим красной, и ничего страшного в этом нет. Это явление второе из четырех полных лунных затмений, которые пришлись на сравнительно короткий период, а именно с 15 апреля текущего года до 28 сентября следующего. Что же касается счастья одних наблюдателей, которым довелось рассмотреть затмение в подробностях и уныние тех, у кого поучаствовать в лунном шоу не вышло, то здесь миротворцем выступило американское космическое агентство НАСА. Оборотистые ребята организовали на своем сайте прямую трансляцию затмения Красной Луны, и весь мир мог на это дело полюбоваться. Ближайшая к нам планета и впрямь была красноватого оттенка, это явление ученые объяснили тем, что другие цветовые спектры солнечных лучей, падавших на Луну после прохождения по краю земной атмосферы, рассеивались молекулами воздуха. Агентство РИА Новый регион сжало американскую трансляцию, и все желающие могут увидеть полное затмение всего за одну минуту. Вот он, этот лунный подарок миру. И последнее на сегодня в Рязани на днях прошла презентация проекта жилого комплекса «Фестиваль», который строится сейчас на улице Чапаева. Комплекс обещает быть самым большим в столице области. Это образцовый пример комплексного развития территории со всей необходимой инфраструктурой от детского сада и спортивных объектов до специальной дороги дублера проезжей части. Жилой комплекс «Фестиваль» появится на пересечении улиц Чапаева, Пролетарской и Кудрявцева. Здесь, на месте бывшего завода «Рязсельмаш» уже сейчас активно идут строительные работы. Девелоперы из компании «Развитие строй» считают этот проект знаковым для города. Ведь, по сути, это отличный пример комплексного развития территории. По словам директора фирмы Сергея Самарского, здесь будет создана вся необходимая для будущих жильцов инфраструктура. Построен детский сад, проложена дорога дублер, появится пятиуровневый паркинг. Дом большой, дом 517 квартир. Дом имеет площадь 31 тысячу квадратных метров, поэтому это на данный момент это самый большой дом в городе Рязань. Применять самые современные технологии. Благоустройство будет сделано практически так, как вы здесь видите. На макете будут качественные фонари чешской фирмы «Роса». Будет озеленение, будет высажено более 600 деревьев мы планируем высадить. Жилой комплекс-фестиваль это доступное жилье бизнес-класса в центре города с удобной планировкой квартир, индивидуальным отоплением и качественной отделкой подъездов. Проектировали комплекс-фестиваль инженеры из проектной фирмы «Велком». Мы, можно сказать, все знаем о таких многоквартирных многоэтажных домах. Знаем, как сделать так, чтобы людям в этих квартирах комфортно спалось, комфортно просыпалось, комфортно жилось. В общем, в жилом комплексе фестиваль попросту не будет плохих квартир. Покупатели ожидает большой ассортимент планировок. Компания «Развитиестрой» не отступает от своего главного лозунга «Надежные дома для комфортной жизни». Высокое качество и доступная цена – вот те критерии, которым в своей работе придерживаются работники компании «Развитиестрой». На сегодня все. Хорошего всем отдыха и добрых известий. Есть такая немудрящая поговорка «После дела и погулять хорошо». Так вот, слово «погулять» здесь употребляется в прямом смысле пройтись, подышать воздухом в парке, ну и так далее. Конечно, у нас в родном отечестве слово «погулять» употребляется и в другом плане, но это не тот случай, который мы вам можем рекомендовать. Кстати, в эфире нашего телеканала вы можете видеть новый аналитический проект под названием «Объектив». На этой неделе наша автор Оксана Тебенихина представляет свой репортаж о такой национальной беде, как пьянство. Кому выгодно, чтобы наш народ, что называется, не просыхал. И как бороться с этим, увы, глобальным явлением. Так что не пропустите. А мы расстаемся. До вечера понедельника. Увидимся в эфире.